Привет всем, у аппарата фанат хороших мультов и горных козлов. Проснулся я значит сегодня утром и посмотрел видосик Зирла и думал, знаете, ну немного укра... Дополнить. И пришёл я значит уже домой, а тут мне начинает какая-то медиакатс писать, что смотри, мой любимый Пашенька, новую серию Дома Совы слили. Ну и вы поняли. А для тех, кто не понял, поясню. Не так давно слили вторую серию третьего сезона Дома Совы. Прошу заметить, более чем за 10 дней до премьеры. Вы хоть это понимаете? Я конечно не первый день в интернете живу, и поэтому ждал сникпигов и всего прочего. Но когда они вышли, моей радости не было пределов. Оказалось, что это реально она, а это значило только одно. То, что у меня уже почти полностью готов обзор. А более того, у меня в телеграм-канале уже сегодня вышло, или скорее всего завтра выйдет дубляж этой серии. Так что советую туда подписаться. В общем, добро пожаловать в обзор второй серии третьего сезона Дома Совы. Но сначала реклама. Ты хочешь посмотреть новую серию Дома Совы, но не знаешь где? Тогда все прямиком в мой телеграм-канал. Там уже сегодня вышла озвучка второй серии. О май, гад! Мяу! А также там еще будут уходить дофигища мультов с нашей озвучкой. Возможно. Ссылка где? В описании! А ещё, короче, если вы хотите поддержать мой канал, тогда подпишитесь на Бусти. Спасибо. Сразу хочу оговорить, что теория из прошлых двух видосов по совиальне о сюжете этой серии нихрена не подтвердилась. Не, ну если считать первые две минуты за пересказ того, что происходило с кипящими островами, тогда я великий теоретик. Я не могу сказать, что это плохо, ведь если бы теория подтвердилась, то вторая серия была бы весьма скучной и предсказуемой. И нет, нам рассказывают, что происходило на островах, но через диалоги персонажей и ещё иногда через флешбеки. Что, на мой взгляд, лучше, ведь появляется больше времени на основной сюжет. Не могу ещё не отметить то, как начало этой серии контрастируется всем предыдущим эпизодом. Вы просто сравните, насколько всё было мрачно в прошлой серии и насколько всё красочно в этой. Правда, это ненадолго, но всё же. И да, коллекционеры Белос объединяются. Давайте дадим создателям медальку за такую супероригинальную идею и продолжим. Кстати, знаете, как эти двое взаимодействуют с главными героями на протяжении всей серии? Да почти никак, конечно, если не считать короля. Ах да, самое время рассказать о моём впечатлении о серии. Ну, не сказать, что прям вах. Не знаю почему, но на меня она не произвела такого впечатления, как первая. И там есть ряд нюансов, о которых вы узнаете по ходу обзора, которые не дают сказать, что серия восхитительна. Она неплоха, и это хорошо. Но также первая серия мне понравилась, наверное, даже больше. А на этом вступление кончается. Мы переходим к пересказу. Сразу хочу подметить одну важную деталь, о которой никто до меня не говорил. Если внимательно следить за сюжетом или нет, то вы заметите, что и в первой серии, что и во второй. Акцент смещён в сторону окружения Алуц, а не направлен целиком на неё. К примеру, в первой серии сюжет был по большей части про Хантера. И аналогично первой серии, в этой сюжет рассказывают о бедах с башкой у Уиллоу. Оттого, ещё больше хочется строить невероятные теории об этой парочке. Но давайте всего не без этого, окей? Серия начинается на моменте конца второго сезона, снова... Ладно, это предсказуемо. Кстати, тут же я хочу отметить то, как мастерские серии играют с ожиданием зрителей. Вначале мы думаем, что нам всё-таки расскажут, что происходило на островах во время земных приключений Луз. И это отчасти так, но потом случается заставка, и мы переносимся к месту окончания предыдущей серии. Но об этом чуть позже. А тем временем коллекционер крушит всё, что видит, и так невзначай строить себе дворец. Ни одному он напоминает корону, об этом мы ещё поговорим. Маленький мальчик превращает Лилит и Сычика в кукол. В них же он потом превращает и почти всех жителей. А Ида превращается в Сау и кидает Куколда. И заставка. Единственная деталь, которая здесь важна, так это то, что Кикимора выжила. Ещё забавно, что лого Савиаль не перекрашивается в глаза Иды, что заставляет думать, что они будут основными действующими лицами в серии. Но нет, можете выдохнуть. Конечно, в серии они присутствуют, но больше внимания, конечно же, уделяется Лу с её друзьям. Какой переход, вот это я крутой. Так вот, вначале мы видим то самое портальное измерение из второго сезона. И тут можно почувствовать какой-то, ну знаете, обман. Но всё нормально, это всего лишь переходная локация. И тут у меня зашевелились извилины. Я начал вспоминать ту самую серию и понял, что та самая дверь могла нормально работать. Сами посудите, здесь нам напрямую говорят, что оттуда можно спокойно попасть в любое измерение. Главное, чтобы инстасамка играла, иначе никак. Мы оказываемся на Кипячих островах, и вот незадача. Бел Ас вышел раньше из портала и уже успел свалить. Как эта жижа ходячая не оставила следов, я хз. Наверное, потому что сюжет. А после ЛГБТ пропаганды, они отправляются погулять в лес. А пока они идут, я предлагаю обсудить поведение Хантера в этой серии. И если вы, как я, смотрели с конченными субтитрами, то, наверное, тоже нихрена не понимали сначала. Но я здесь для того, чтобы вам объяснить. Как мы помним, в прошлой серии у него умерла птичка. Это, кстати, вам пригодится в будущем. И он из-за этого сердится на АвтоВАЗ, и пытается не отвлекаться и найти его. Но вернёмся к их диалогу. И отказываюсь это читать. Ладно, на самом деле Луз продолжает гнать на себя за геноцид евреев. Ой, это не туда. Короче, у неё всё те же проблемы с башкой, что и в первой серии. Ничего нового, дамы и господа. Они любуются на обновлённый Джоградо Таун. Выквастив Окси Докси? Не, ну по сути красиво. Кстати, я же обещал вернуться к дворцу коллектора. Коллекционеры. Гриша, в общем. Как мы знаем, кинг это титан. А титан в каком-то смысле может называться владыкой магического измерения. Ну или просто царём. И так получается, что в короне мёртвого титана живёт его сын, который по сути должен её унаследовать. И я очень сильно огорчусь, если в третьей спешле не будет кадра с одеванием этой короны на голову Кинга. Субтитры решили, что Лос это парень. Не, ну а что? Тем временем Белка видит голюны. Хотя, может быть, на кипящих островах просто есть призраки. Кстати, видите нож? Это, короче, отсылка на то, что именно Белос убил Калиба. А тем временем приходят наши герои в дом, значит. И тут же у нас намёк, что серия будет про Виллу так-то. Но надежда всё-таки остаётся. И господи, в прошлом обзоре я не сказал, насколько же сильно меня раздражает эта депрессия у Лос. Потерплю одну серию? Ничего страшного, думал я. Но нет, здесь она опять такая же. Крыса ты поганая. Как я должен сопереживать персонажа, который уже вторую серию пытается вызвать у меня сострадание тем, что якобы она во всём виновата. Хотя мы знаем, что это не так. Я, конечно, понимаю взросление персонажа и всё такое, но вам не кажется это слегка натянутым. Конечно, её хондра может быть раздражает только меня, но это самобичевание немного лишнее. Отрицать, думаю, этого никто не будет. Ладно, забыли. Тут же в доме Маман говорит фразу, которую она произносила первой в прошлом эпизоде. Ну, может быть, у меня снова синдром глубинного смысла. Жалуются на свою дочь с хондрою другим детям, как будто это поможет. Ай, забейте, опять хронологический порядок сломал. После отсылки на Мабо и Гоу, главные герои попадают в город, где мы видим коллекционера и Кинга. Короче, сдружились они. Ну, или почти сдружились. Ну, или Кинг лживая харя. Но мы все его понимаем. Так вот, они играют в Савиный дом. Многим было интересно, как же все-таки выкрутиться Кинг после концовки второго сезона. А все весьма просто. Кинг пересказывал приключения Луз, Колывану. Ой, то есть Степе. И потом они их просто повторяли. Ну, только с куклами. Короче, помните, я упоминал, что коллекционер превратил всех кукол? Там есть отряд выживших, которые спрятались в хижи. То есть, в школе волшбы. Вы уже чувствуете этот аромат, Грати Фоллс, да? Дадим еще одну медальку. Кстати, о группе Сопротивления. После сценки главные герои встречают, не знаю, разведчиков оттуда во главе с маленьким Мефедроном? Да, пускай будет так. И знаете, пока я смотрел рассказ о событиях во время Дня Единства, понял, что за эту хрень можно дать еще одну медальку оригинальности. Ну, серьезно? Тырить долбаные глаза на крылышках из Грати Фоллс? Какой гений это утвердил? Ладно, успокоились. А как там поживает наш Белос? А у него все неплохо. Он, наконец-то, дополз за своей пещерой. И это не просто пещера, а магическая пещера, где он выращивает хантеров. И после очередных глюнов вселяется в одного из них. Но это ненадолго, потому что в следующей сцене он превращается обратно. А через 5 минут, наверное, вообще в Рейна. И дабы в дальнейшем не заострять внимание на его метаморфозах и их причинах, сразу расскажу, что с ним происходит. В общем, он склоняет коллекционера на свою сторону и выставляет Кинга предателем. Все остальное расскажу по ходу повествования. Но вернемся к нашим героям. Выясняется, что теперь президент Боша. Если так подумать, то к этому даже вела какая-то подзалутная сюжетная линия во втором сезоне. Помощником у нее выступает Кикимура. И тут, как по мне, интересный момент. Все мы знаем, что она была секретарем или что-то типа того у Белоса. И теперь, когда она находится в школе, которой власть захватить легче легкого, она все равно продолжает быть на втором месте. Хотя у нее есть суперсильный костюм, который хрен победишь. Я не придумал, к чему ведет это рассуждение. Так что дано мотивы за меня в комментариях. Лады? Лады. Эти дрюхи отвергают хоть сколько-то нормальные предложения, что побуждает металлолом создать отряд сопротивления внутри отряда сопротивления. Сопротивление в квадрате, так сказать. Правда, состоит он из двух человек? Ну ладно. А еще тут отсылка на тайную комнату. В этой комнате достают из черепушки Луз воспоминания о руне перемещения в череп Титана. На всякий случай напомню, просто дойти до черепа они не могут, ведь им так сказал метамфетамин. Еще в этой комнате Вилл начинает загоняться, совсем как знаете, ну, Луз в прошлой серии. И Боши пользуется этим и решает устранить Виллу и всех неугодных заодно. Параллельно травя всех спящей крапивой. А теперь думаю, стоит оставить в покое эту сюжетную линию и ненадолго становиться на Кинге. Короче, Кинг и коллекционер возвращаются в замок, где происходит метаморфоза Беллоса и, наверное, лучшая сцена за всю серию. Но она, по-моему, крадена. Кинг читает Андрею сказку, так называемую. Вот перевод надписи, не утруждайтесь. После чего идет Кидди, которая мало того, что сама не кукла, так еще и умудрилась Лилит расколдовать. И уже они вместе сварили приворотные зелья. В общем, тут они обсуждают план уничтожения Адольфа и за этим параллельно наблюдает коллекционер по указке Беллоса. Так он узнает о предательстве и все такое. Петли софт-сценарий, а время не лизиновое, между прочим. Главные герои разделяются на две группы. Одна из них сражается с Кикиморой, что не очень интересно. А вот вторая, где Гус, Хантер и Уилл, уже поинтереснее. В общем, с Виллу происходит такая же хрень, как и с Гассом в конце прошлого сезона. Если вы помните, у него глазки там по синей ли он стал охренеть каким-то сильным и неуправляемым. Здесь же у нас то же самое происходит с Виллу, только здесь она решает задушить всех чертям собачьим. Да не осознанно, но все же. И тут у нас самый неожидаемый момент серии. У Хантера появляются магические способности. Никто этого не просил, никто этого не ожидал, но оно случилось. С чего это? Да с того, что в прошлой серии на нем умер оладушек, кровь которого впиталась в Хантера. И теперь Хантер овладел телепортацией. Вот так вот. Изначально я думал, что в его сердце появился мешочек с желчью, как, ну, допустим, у других магических жителей. Но тогда бы он мог делать что-то кроме телепортации. Так что нет. А тем временем вторая группа разделяется надвое. Первая оказывается Боша и Меф, а во второй Лус и Камила. В сражении с Бошей нет ничего интересного. А вот группа с Лус... Ух-ух-ух. Сейчас все фанаты будут визжать от восторга. Внимание! Полисман вылупился. Почему сейчас они в третьей серии? Хм. Потому что сюжетный рояль. Что за существо вылупилось мы не узнаем до конца серии. Поэтому продолжим. Все герои выбираются из подвалов и объединяются для сражения против Кики. Потом к ним присоединяется отряд и под шумом Клус рисует руны на земле и они удачно сбегают. Хантер с Виллу держится за руки. И самое главное. Огонь горит. А еще полисман оказывается существом из Варкрафта под названием Змейшифтер. Представляю, как визжал Ди от восторга. И в конце коллектор находит их и говорит, что пора начать новую игру. Все. Ох. Это было жарко. Как вы заметили, серия получилась весьма насыщенной. Как минимум по объему сценариев 5 листов. Но делать ли это ее лучше? Ладно. Сегодня не будет теории и всего прочего. По понятным причинам. Определенно в следующей серии нас ждет что-то очень крутое и масштабное. Но, надеюсь, они не будут опять копировать гребаный ГФ. Вот, кстати, сколько медалек получила эта серия. А на этом все. Подписывайтесь на Бусти, на ТГ канал, на Ютуб канал. Заходите в ДС сервер, слушайте маму. Всем свежей травы и пока. Подписывайтесь на наш канал.